Здравствуйте, вы смотрите ГРТ, это программа де-факто. Как обычно, мы подведем итоги недели. Неделя непростой, по крайней мере, для Гагаузии точно. И помогать сегодня мне будут Юрий Маржинян, эксперт в области права, адвокат. Здравствуйте. Здравствуйте. И Виталий Драганчев, специалист в сфере коммуникации. Вам добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, давайте начнем вот с какого события. Это с того, что во вторник в антикоррупционную прокуратуру была вызвана Башкан Евгения Гуцу, которая в течение четырех часов давала показания, осуществлялся допрос по делу двухгодичной давности. Дело, по которому она проходит, было заведено два года назад в отношении партии Шор. Когда она вышла после этого допроса, она заявила, что она считает, что это дело политическое. А вы как считаете, вот судя по тому, как это происходило, какие у вас, может быть, есть какие-то данные, что вы знаете, что, может быть, не знаем мы. Господин Маржинян, какое у вас впечатление складывается? Вы знаете, давайте мы начнем с того, что такое политическое дело. Откуда у нас появилось вообще-то понятие политического дела? От того, что политики заказывают уголовные дела? Или от чего? Скорее от того, что видна политическая подоплека в отношении тех людей, которые занимаются политикой. Вот смотрите, госпожа Башкан у нас политикой занимается. Она является политиком. И поэтому она считает, что именно из-за этого в ее отношении было заведено уголовное дело. Если бы она просто была домохозяйкой, то в отношении нее вряд ли было бы заведено какое-то уголовное дело. Тогда скажите мне, а когда возможно политика завести на него уголовное дело, чтобы не было политическим? Чтобы не было... На какого-то политика? Да. Вы знаете, наверное, возможно. Если я вот, например, сейчас увижу какого-то политика, и при мне будет осуществляться какое-то преступление. Например, этому политику будут давать взятку. Или он на месте будет совершать какое-то преступление. Я тогда точно совершенно увижу, что он нарушает закон, и всем будет понятно, по каким статьям. Хорошо, я понял. Тогда я вам скажу, как на практике происходит. Давайте. Орган уголовного преследования, введя какое-то дело, если натыкается на какого-нибудь служащего, государственного служащего, ну, среднего звена, об этом моментально уведомляется руководство Генеральной прокуратуры. Если это высшего звена, то об этом уведомляется моментальное руководство страны. И вот, а для чего уведомляется? То есть для того, чтобы получить добро. Возможно или нет? Можно его задержать? Нельзя его задержать. Возбудить против него уголовное дело? Придать это огласки или нет? Это происходит на практике. То, что это политическое дело, я и не сомневаюсь. Потому что это было видно изначально, как только избрали Гуцул в качестве Башкана. Что там будут все собаки натравлены на Гагаузию и на руководство Гагаузии. И то, что произошло, вы же сами видели, как антикоррупционная прокуратура зашла в ЦИК и взяла все дела, бюллетени. Для чего? Это не подведомство на прокуратуре. Говорят, что покупали избирателей для того, чтобы проголосовать. Так это в бюллетене не будет написано. Там отпечатки пальцев тот, кто покупал голос и тот, кто отдавал, не оставляют. Вещественных доказательств на этих бюллетеней не будет. Для чего нужно было изъять? Но для того, чтобы зайти в ЦИК, без того, чтобы поставить руководство страны в уведомление, что мы хотим сделать, невозможно. Об этом знало руководство страны и дало добро для того, чтобы сделать обыски в ЦИК и взять всю документацию. Они тогда надеялись, что судебная инстанция не промолгирует и не узаконит выигрыш ее. Так что это политическое дело видно изначально невооруженным глазом. Даже и не нужно где-то догадываться. Это было понятно изначально. Все шаги, которые предпринимала нынешняя власть, было видно, что это натравление руководством страны на руководство Гагаузии. Спасибо. Очень подробный и юридически взвешенный ответ. Господин Драгача, а вы как полагаете? Вы знаете, господин Мурджинянов помог нам понять это с профессиональной точки зрения. Я вам скажу с точки зрения обывателя. Во-первых, прямо в 2021 году началась атака на одну из ветвей власти, если можно так назвать, прокуратуру. И был выведен из своего кабинета... Но это не ветвь власти. В ветвь власти у нас считается судебная прокуратура. Это как одно из учреждений. Да, но это сильное учреждение. Но по конституции она входит в судебную ветвь. Входит в судебную ветвь. Это сильное учреждение. Это очень важное учреждение в инфраструктуре власти страны. Этого человека вывели из кабинета под камеры. Показали всему обществу и создали впечатление... Это было очевидно, как попытка создания впечатления, что он виновен. И мы сразу вошли в очень длинный, долгоиграющий шторм, который скомпрометировал доверие людей к непредвзятости, как будет на русском, и правильности действий прокуратуры и вообще правовой власти страны. Дальше у нас все... Этот ком все рос. Потом была эта ситуация с Гагаузией. И кроме того, что у меня тоже есть ясное ощущение, что это политическое дело, но это наносит большой вред единству страны. Это раз и два. Мы только зарождающаяся демократия. Мы только учимся жить и управлять своими правами и свободами. И для того, чтобы наше общество научилось это лучше делать, нам необходимы примеры. Хорошие примеры. Эти примеры должны приходить сверху. То есть руководители страны должны быть примером правильности поведения. И примером правильности управления своей властью. Атака на травля, даже можно сказать, на избранного руководителя этой автономии, оно вредит стабильности и спокойствию в стране. Люди проголосовали, и с этим, и с результатом их голоса нужно смириться, его нужно уважать. Сразу же. Это раз. Два. Если в предвыборном процессе были допущены какие-то ошибки, с ними нужно работать. Но работать тихо, не для спектакля. Улучшать механизм предвыборный, избирательный, улучшать его постоянно. А если сравнивать то, что случилось в ГГУЗе, и я допускаю, что там были нарушения, и сравнивать это с тем, как происходили местные выборы в прошлом году, у нас, то, вы знаете, опять-таки, с моей обывательской точки зрения, нарушений на наших местных выборах было больше. Потому что центральные власти вмешивались совершенно открыто. Вспомните, как, я не знаю, премьер-министр, к примеру, в начале кампании... И не только, и президент тоже. Секундочку. Он объявляет о какой-то программе. А почему именно в это время? Почему именно в это время? Я говорю сейчас о примере, понимаете? Мы либо будем доверять властям, либо нет. Мы либо станем сильным обществом, либо будем и дальше друг друга кушать. Так, вернемся к госпоже Гуцул. Да, это травля. Это плохой эпизод. Наверное, руководству страны не нужны советы, но я им все-таки посоветую отказаться от этих практик. От практик атаки. И вспомнить, что их первейшая задача – это нас объединить, а не разъединять. Ну, на самом деле, я должна в противовес вам высказывать сейчас точку зрения власти. И на самом деле, я сейчас вам напомню, что власть неоднократно высказывалась по поводу того, что она думает. Были у них и свои претензии. И претензии, как мы видели, они сводились к чему? Ну, вот дело с НДС. Они говорили, ну, вот в привилегированном таком находится у нас положение Гагаузи, а в другие районы, извините, значит, именно другие районы, потому что об этом шла преимущественная речь. Значит, не пользуются такими привилегиями. Потом они говорили по поводу финансирования. Они говорили, ну как, Гагаузи с удовольствием принимают европейские деньги, но при этом не хотят, значит, никак ратовать за европейскую интеграцию. И вот на этой неделе буквально, на днях, есть свеженький комментарий господина Алайбы, румынским СМИ. Он мне показался интересным. По крайней мере, он стоит того, чтобы мы с вами сейчас его обсудили. Вот смотрите. Гагаузия и Приднестровье являются составной частью нашей страны. И мы говорим не о Приднестровье, а о районах левобережья Днестра. И речь идет не о Гагаузии, а о Камрадском, Вулканежском, Чадырлунгском районах. И эти регионы, как и остальная часть Молдовы, все больше интегрируются в ЕС. С левого берега Днестра 70% экспорта идет в ЕС. Таким образом, тамошние предприниматели все больше видят преимущества интеграции в ЕС. Ситуация в Камраде, Чадырлунге, Вулканежках такая же. Поэтому в целом экономика массово ориентирована на ЕС. И это моя любимая история о Республике Молдова. Вот с юридической точки зрения, давайте начнем сначала. Вот человек говорит, мы не можем, речь идет не о Гагаузии, говорит он, а о Камрадском, Вулканежском, Чадырлунгском районах. Почему он так говорит? Знаете, им очень обидно, хотя они не выставляли никого в противовес нынешней Башканше или Башкана. Как правильно будет, я прошу прощения за неправильные произношения. Скажем так, что они даже и в противовес никого не выставляли. Даже если бы выставили, из нынешней партии никто бы не выиграл. Возможно, если бы они подумали бы хорошенько и лучше, кого бы выставить, они бы могли найти человека, который мог бы победить. Но из-за того, что выиграл не тот, кто бы хотела нынешняя власть, и это не конкретно вся власть, а президента страны, вот она взялась на Гагаузию. Она делает сейчас все для того, чтобы лишить Гагаузию инструментов. Инструментов для осуществления своих задач, как автономия. Попыталась с НДС. Не получилось. Там, правда, не получилось не потому, что так все поняли, почему, а потому, что я уверен, что наши партнеры указали место и показали, что этого делать нельзя. И европейцы этого не поймут и не понимают этого, если честно. Я уверен, что они от боязни, от того, что европейцы дадут по рукам, они не приняли такое решение. Но политическая задача была, я уверен, что был такой натиск на Конституционный суд, чтобы они отказали, потому что в последний момент даже министр финансов пришел на заседание Конституционного суда. Натиск со стороны европейских партнеров? Нет, но со стороны нынешней власти Молдовы. Ну вот, смотрите, что могут сказать, господин Драганч, подключайтесь к нам. Что могут они сказать сейчас представители власти, европейским партнерам? Я как вижу, как они следующие доводы им излагают. Ну вот смотрите, мы хотим с ними говорить. Вот госпожа президент, красиво, собралась ехать в Гагаузию, общаться с народами. Тут мы видим, получаем информацию из телеграммы, из других, что вот стоят люди по обочинам, и у них такие неприятные для президента плакаты в руках они держат. Они пишут, чемодан, вокзал, и все такое. Ну вот как с этими Гагаузами говорить? Думает власть. И думает, вот мы же делаем, перед этим премьер приехал, да, господин Ричан тоже туда же. Подождите. Давайте мы сначала... Вот как им ответить? Давайте мы сначала определим некоторые вещи. Во-первых, сегодняшняя власть, к сожалению, нам генерирует, щедро генерирует глупости и пошлости. И мы вынуждены всегда комментировать глупости и пошлости, что, в принципе, приводит к еще большей нашей деградации. Когда ты идешь во власть, ты должен быть готов, что люди тобой будут недовольны. И с этим нужно уметь справляться. С этим нужно уметь справляться. И психологически быть готовым. Абсолютно. Более того, когда ты идешь во власть, и мы говорим о демократическом обществе, у тебя всегда должно быть в голове понимание, что эта власть не твоя. Она не твоя. И в один момент ты должен будешь уйти, и от тебя зависит, как ты уйдешь. Как ты уйдешь. Это второе. Третье по поводу товарища Лайба. Вы знаете, когда я смотрю на то, как ведет себя наше руководство, я имею в виду центральное руководство страны, у меня есть вот такая формулировка сразу выходит. Эти люди просто не доросли до уровня должностей, которые они занимают. Они не доросли. Они не понимают ответственности от их должностей. Они даже не сформулировали свою миссию. Они просто используют должность для удовлетворения своих достаточно маленьких и мелких капризов и комплексов. Диалог Кишинева и Камрата нуждается в улучшении, чтобы не сказать, что его нет. Но его сейчас нужно улучшить. И мяч на половине поля центральных властей. Что им нужно понимать, центральным властям, что отсутствие уважения. Обязательно породит отсутствие уважения с другой стороны. Унижение. Парадит унижения. И если мы хотим войти в нормальное русло работы, нам нужно поменять тактику и поведение. То есть я даже не хочу комментировать эти глупости, которые сказал товарищ министр. Он действительно товарищ. Это октябренок, а не современный человек. Если бы он понимал, что его задача любым своим решением, любым своим действием укрепить экономику и укрепить веру людей, потому что министр экономики, укрепить веру людей в завтрашний день. Тогда он понял бы, что ему атаковать вообще категорически нельзя. А то, что я наблюдаю со стороны, я вижу конфликт, постоянный конфликт центральных властей с населением Республики Малова. Я его так назову. И мне кажется, что самая большая ошибка сегодня, самую большую ошибку сегодня допускают наши партнеры по развитию. Потому что, во-первых, я считаю, что партнеры по развитию должны выстраивать партнерство с народом, а не с конкретной партией. Если мы хотим, чтобы выросло количество тех людей, которые поддерживают вектор евроинтеграции, значит, нам как раз нужно работать в тех областях и с теми сообществами, которые еще не выявили для себя преимуществ этого процесса, а не отталкивать их от себя. И третье, будет очень сложно объяснить людям, наверное, уже через полгода-год будет очень сложно объяснить людям, почему мы уже три года очень успешно интегрируемся, и в то же время уровень благосостояния людей стремительно падает. Ну, она это объясняла уже много раз власть, почему так происходит. Позвольте мне еще одну заметку сделать. Когда ты идешь во власть, ты сразу теряешь. Когда ты получаешь мандат, ты сразу теряешь право искать виноватых, за все отвечаешь ты. Потому что, когда ты получаешь власть, ты ее получаешь в том состоянии, ты страну получаешь в том состоянии, какая она есть. То есть со всеми преимуществами, со всеми упущениями. И ты говоришь людям, дайте мне власть, я знаю, что делать. И получаешь мандат, и начинаешь говорить, что вот, были проблемы, а ты не знал об этих проблемах, когда ты шел во власть? Нет, они знали, но тогда все-таки по-другому говорили. Я должна ради справедливости. Можно я скажу, что я не согласна с одним вашим высказыванием и утверждением? Мне кажется, что это не очень правильно так говорить, что вы говорите, вот, западные партнеры должны устанавливать партнерство не с партией, а с народом. Но народ, это, понимаете, такое понятие. Простежимые. Да, то есть народ... Позвольте, я поясню, что я имею в виду. Я просто неправильно выразился, потому что я говорю и перевожу. Народ представлен разными партиями. Да. Понимаете? Да, вот тогда да. Разными партиями. В такой формулировке принимают. И не только партиями, которые во власть. Вот теперь поняла. Да, и, соответственно, работать нужно со всеми. Это правда. И в данном конкретном случае, если политически говорить, с точки зрения Евросоюза, очень важно выстроить отношения и приблизить к себе партии, которые еще сопротивляются этому движению. Понимаете? Я понимаю. Если бы я был на месте Можейкса, я бы очень сильно работал с партиями, которые больше всего сопротивляются. Я поняла. Согласитесь, это было важное уточнение с моей стороны, потому что то, как это прозвучало до сих пор, было не очень. Я уже не русскоговорящий. Я пояснила. Да, ничего страшного. Господин Моржинянов, вот каким методом, как, что, что порождает. Ну, смотрите, что может еще власть сказать. Ну, госпожа Гуцул тоже в суд решила подать на президента. Вот она как бы конкретно сказала, что все, достаточно, больше она не позволит. Значит, как она говорит, оскорблять, да. И она подает в суд на президента страны за оскорбительные высказывания. Я требую у нее ответа перед законом. Наши юристы инициируют иск по защите чести и достоинства против гражданки Санду за ложь и клевету, распространенную на пресс-конференции. Далее идет дата. И по ее мнению, она говорит, что когда оскорбляют ее, да, она говорит, что оскорбляют всех гагаузов, как местных жителей, избирателей автономии, так и моих конкурентов даже на выборах Башкана год назад. То есть, смотрите, какой шаг делает Башкан. Некоторые говорят, ну, ведь президент под иммунитетом. Тогда зачем? Что можете сказать? Ну, я вам скажу с юридической точки зрения. Иммунитет президента при защите чести и достоинства, если только ее высказывание, не было сделано в качестве политического заявления. Если это на трибуне парламента, осуществляя свою деятельность, произнесла что-то, она не несет ответственность и иммунитет правильно делает, что защищает президента в данном контексте. Но если она высказывается в отношении одного человека, плохо о ней, унижая ее честь и достоинство, есть дело Павличенко против Воронина. И оно дошло до Европейского суда. И Европейский суд так и указал в этом, что здесь иммунитет президента не действует. И правильно может быть привлечена гражданской ответственности за унижение чести и достоинства. Но здесь Гуцул как политик правильно сформулировала, скажем так, она сориентировалась, сказав, что она унижает честь и достоинство не только мое, но и тех ГГУЗов, которые за меня проголосовали. Вы знаете, я считаю, что Башкан ГГУЗи никогда бы не стала политиком, если бы ее центральная власть не сделала политиком. То есть в данном контексте президент и вся центральная власть Кишинева сделала из Башкана ГГУЗи авторитетного политика. Вы посмотрите, с самого начала, как они пришли к власти. Они определили себе оппозицию. И в качестве этой оппозиции стал Илон Шор с его партией. Они стали бороться. А у нас, вы знаете, народ любит тех, которых унижают. То есть они начинают их жалеть, уважать, потому что их унижают, бьют и так далее. И она, и я говорил это изначально, эта нынешняя власть сейчас себе устраивают или делают, лепят именно ту оппозицию, которую они хотят. И они слепили. Из Башкана ГГУЗи политика, она станет еще больше. Чем больше будет центральная власть уделять внимание Башкана ГГУЗи, тем больше ее поднимут в рейтинге. Тем больше из нее сделают оппозиционного политика. Они этого не понимают. Они недолбновидные. И я не понимаю, кто у них в советниках. Я бы их разогнал. Они не видят дальше своего носа или дальше своей тени. Господин Дороганович улыбается, потому что советники у них иностранные. Правда, Господин Дороганович? Значит, настолько глупые эти иностранные советники, что они дальше своей тени или своего носа не видят. Они не знают ни менталитета. И не могут увидеть в каком контексте приобретает новая оппозиционная сила и политика. Потому что они ли из него лепят? Чем больше в него бьешь, тем больше он становится политиком. Я поняла. Можно напомнить для защиты советников? Я уверен, что советники достаточно компетентные. Я бы даже сказал, талантливые. Но, вы знаете, советник может посоветовать. Зрелость или незрелость действующего лица уже определяет его поведение. Тоже для Запада, я вам скажу, с моей точки зрения, Запад сегодня не сильно переживает за ситуацию в Молдове, потому что независимо от поведения ПАС и от результата ПАС, ПДС, в парламенте большинство, парламентское большинство будет состоять из людей про западную ориентацию, если можно так сказать. Поэтому влияние у них сохранится, и оно будет достаточно сильным. Более того, Республика Молдова будет уже в очень плохом экономическом состоянии, что добавляет нам уязвимости. Но я хотел уточнить, дополнить господину Морджиняну по поводу взаимоотношений президента Республики Молдова и Башкана. Дополнить тем, что это очень высокие, важные должности. На румынском это звучит функция дидемитати публика. Это должности, которые предполагают высокий уровень личного достоинства. И у этих людей должно быть достаточно мудрости и ответственности, чтобы большинство своих споров и разногласий разрешать в процессе диалога в кабинетном режиме. Таким образом, чтобы мы, как народ, чтобы мы видели серьезных людей, способных находить компромисс. Компромисс, что является особо опасным сегодня для нас, то, что нами управляет политическая группа, для которой слово «компромисс» имеет некий негативный, отрицательный характер. И они не понимают, что демократия строится исключительно на компромиссе. А лидер демократического сообщества обязан быть очень большим мастером диалога и компромисса. То есть находить компромисс в любой ситуации, прямо в любой ситуации, высшая цель всего, должно быть единство общества. Поэтому мы находим компромисс. Мы же разные. И мы будем разными. Тоже согласен с господином Морджиняно по поводу того, что уровень известности сегодняшнего руководителя автономии, высокий уровень известности, он благодаря атакам и давлению со стороны центральных властей. Более того, сегодня эта дама, руководитель автономии, может чувствовать себя очень комфортно даже при отсутствии результатов. Потому что на нее так сильно давят, что у нее есть ответ. Мы не смогли, потому что смотрели, что происходит. И в принципе, да, на нее есть объективное давление. И стараются скомпрометировать все ее действия. Я не знаю, если она хороший управленец. Может быть, она и не хороший управленец. Но сегодня это даже не важно. Потому что если она не добьется каких-то результатов, у нее есть извинения. Объективное извинение. Ну вот смотрите. Сегодня в Камрате встречались представители исполкома, Башкан тоже, депутаты Народного собрания. И они все говорили по поводу последнего решения правительства Республики Молдова о ликвидации суда Волканешт. И переподчинение апелляционной палаты Камрата. То есть новые принятые решения. Здесь Камратская апелляционная палата объединится с Кагульской, образуя Южный апелляционный суд. Ну, что по этому поводу думают гагаузы? О чем они сегодня говорили? Они считают, что это еще очередной шаг на пути притеснения гагаузов. Им в ответ власти говорят, ну мы же не только реформу затеяли в отношении гагаузи, ж не вы одни. Вы как бы думаете, что мы все время вас притесняем, но это ж не только вы. Кто здесь прав, господин Моржиня? Я соглашусь с этим. И повторюсь, что центральная власть все-таки ущемляет автономию, и они хотят забрать именно те инструменты, которые автономия может осуществлять свои цели и задачи, поставленные законом и конституцией. Значит, они хотят забрать апелляционную палату Камрата, и для этого были сделаны изменения в хартии судоустройства страны для того, чтобы именно забрать. Дело в том, что там не сама суть апелляционной палаты, потому что останется отдел Кагульской апелляционной палаты с седиумом в Камрате. То есть в любом случае здание и судьи там останутся. Но административные рычаги, кого назначать на должности судей и в каких коллегиях этих судей определять, определять председателя апелляционной палаты своим приказом. То есть самое важное, и я повторюсь, я не на одном канале говорил об этом, самое важное, они сейчас предподчинили себе административных судов, потому что все жалобы на все действия центральных властей, правительства, парламент, любого министерства, президентуры и указов даже, а протестовываются в административных коллегиях судов. Административная коллегия судов в Кишиневе – это сектор Рыжкань. Что произошло с этими судьями? Их всех оттуда убрали и назначили новых. Понятно почему. И они назначили тех судей послушных. Это делается для того, чтобы обеспечить себе ровное, без никаких препятствий, управление государством. И вот то же самое для того, чтобы случайно, как бы, не назначили ни того судью в коллегии по административным протестам в коллегии в апелляционной палате Камрата, они изменили хартию судоустройства и сделали его в Кагуле. То есть председатель Кагульской апелляционной палаты. Теперь назначат судей в административной коллегии тех, кого нужно. Любое протестовывание, решение, скажем, Башкана или Народного собрания в административный суд. Поняли, да? Я поняла, да. И любое решение будет аннулировано так, как скажет центральная власть. И это не все. Я думаю, там инструментов для осуществления задачи автономии еще есть, которые они смогли взять. Они забрали прокурора, который только по назначению парламента ГГУской автономии могли назначить генпрокурором. Это отменили. Апелляционную палату отменили. МДС хотели забрать. Какие инструменты еще остались? И те заберут. Не знаю. И те заберут. Уже стали говорить даже, но заметьте, это не просто какой-то служащий. Это министр, который говорит, что это не автономия, а районная. В нарушении Конституции даже. То есть это политика правительства. Потому что министр не просто говорит от своего имени, а от имени правительства, в котором он работает. Это команда. То есть об этом говорят в правительстве. Об этом говорят центральная власть. Я практически уверен на 90%, что они развалят страну. Не то, чтобы объединить с левобережьем Днестра, а развалят еще и автономию. Ну, гагаузы говорят, что гагаузы считают, что они не позволят. Да, они говорят, что это целенаправленная политика по ликвидации особого правового статуса. Но они говорят, что мы намерены постоять. Вы знаете, они не помнят просто 90-е годы, как и почему стало это автономией. Ну, мы об этом говорим в программах. Если они хотят нового конфликта, то пускай берут лопаты в руки и идут туда, и объясняют гагаузам, что они не имеют права на автономию. Можно? Господин Рафаевич, да. Мы опять говорим о глупостях и о пошлостях, которые делают руководители страны. Но мне кажется, что слушатели могут не понять тонкости, о которых мы говорим. Да уж так господин Рафаевич сейчас объяснил. Очень доступно. Да, очень популярно. Спасибо. Что я хочу сказать, что очень сильная деградация внутри страны, социальная деградация происходит. И это очевидно, что происходит процесс ограничения полномочий вот этой структуры автономии. Но из моего опыта там достаточно много очень зрелых людей, способных на диалог, я бы даже сказал, открытых на диалог, с которыми Кишинев может решить, обсудить любой проект. И по любому проекту, я уверен, может найти любое решение. И если этот диалог бы был, все решения, которые принимаются в Кишиневе, не вызывали бы такой социальной напряженности там. Я согласен с господином Раджиняну, что сегодня мы генерируем все больше и больше социальной напряженности. И, кстати, эту социальную напряженность мы можем прямо чувствовать в атмосфере, но есть и другие эффекты этой социальной напряженности. Мы становимся намного менее экономически эффективными. Именно вот этот внутренний конфликт, который сегодня происходит, и он происходит во всех областях социально-экономической жизни, он компрометирует нашу эффективность. И я связываю очень сильно интенсивность, возросшую интенсивность оттока населения, оттока людей из Молдова, вот с этой социальной напряженностью, которая у нас происходит. Вот центральная власть как будто доказывает людям, что мы не способны собой управлять. Есть очевидное желание центральных властей управлять республикой Молдова через приказы. Вот это прямо очевидно. Мы будем приказывать, вы будете исполнять. Вы знаете, можно баловаться приказами до определенного момента, ну прямо до определенного момента, пока накапливается критическая масса недовольства. Вместо того, чтобы двигаться к конструктивности и к объединению общества вокруг каких-то наших, я не знаю, там, национальных проектов, приоритетов и так далее, мы в этом обществе генерируем напряженность, мы становимся менее эффективными, и мы придем к некой точке, к критической точке, в которой будет очень сложно говорить. А мы еще не пришли к той точке. Некоторые говорят, что уже, вот, например, господин Чубашенко, он пишет, что прошли точку невозврата, да, уже в этом во всем. Я думаю, мы на грани. Мы на грани вашего. Я вам скажу, к чему мы придем, с моей точки зрения. Мы народ очень спокойный и лояльный. Да, и терпеливый. Мы спокойный, лояльный, терпеливый народ. Но не надо недооценивать нас, как людей вообще. То есть все равно аккумулируется напряженность и недовольство. И обычно мы высказываем свое недовольство путем голосования. Но есть в нашей истории другие примеры, когда это недовольство вываливается и на улицу. Первый большой, очень звонкий сигнал, с моей точки зрения, был на местных выборах, когда партия власти, у которой 63 мандата в парламенте. Президент, правительство, абсолютно все институции, абсолютно все публичные институции под контролем. И они были вовлечены в эти выборы. Они прямо были открыто вовлечены в эти выборы. Они набрали 300 мандатов примаров из 900. 898 или сколько их там, без разницы. Но они не набрали ни одного муниципия, где сконцентрировано около трех четвертей наших избирателей. И обращаю ваше внимание, что в муниципиях в основном именно проевропейские электораты. То есть это их первый сигнал. 63 мандата в парламенте в 2021 году. И уже в 2023 году ты не набираешь ни одного муниципия. То есть это первый звонок. После этого звонка они должны были изменить свое отношение к народу. Потому что у нас сегодня конфликт между правительством и народом, между президентом и народом, между парламентом и народом. Они должны были изменить свое отношение. Они не меняют, они пытаются изобретать разные инструменты, которые могут им позволить выиграть, как они ожидают, выборы осенью. Но вы знаете... Удержаться во власти. А дело не в этом. Вот я практически уверен, что результатами выборов в любой ситуации народ будет очень недоволен. Но их победа вызовет особенно острое недовольство. Вот вы видите. Если позволите, я про местные выборы, чтобы мы не отошли далеко. Все-таки на этой неделе есть заявление. Марина Таубер сделала заявление о том, что они намерены подать заявление об аннулировании результатов местных выборов после того, как, вы знаете, было принято решение, чтобы партию сняли чуть незаконно. Как вы считаете, с точки зрения юридической, есть такая вероятность? Да, есть. Есть вероятность. Вот как это? Потому что у нас такого претендента нет. Ну, смысл в том, что могла бы быть другая структура государственного управления на местах, если бы существовала эта партия. Они могут это доказать, потому что у них большой процент и большая массивность представлений этой партии на местах. И могла бы быть совсем другая структура в районе власти. Но это важно, это люди, понимаете? Это люди, которых просто обделили. Я понимаю, господинтонаса, например, считает по-другому. Считает, что невозможно. Вы знаете, да? Я в курсе, в курсе. Из целесообразности сейчас никто не возьмется решить эту проблему. И ни один из судей, я уверен, даже если бы я был судей, я бы такое решение не принял. То есть, есть целесообразность и есть законность принятого решения. В данном случае, может быть, непоправимыми какие-то последствия из-за этого решения, что аннулируются выборы. Это другой вопрос. В-третьих, я хотел бы добавить к прежнему. Вы говорите, вы там один кто-то говорит от того, что ГГУЗы не хотят в Европейский Союз. Они очень глубоко ошибаются. Очень много ГГУЗов за европейскую интеграцию. Тем более, давайте мы посмотрим, прошлый парламент 2014 года, который проголосовал за ассоциацию. Сколько там ГГУЗов было в том парламенте? Сколько? Три или четыре? И бывший генпрокурор Александр Стоиногло проголосовал за это. В том числе из тех ГГУЗов, которые голосовали за ассоциацию. Я вам в ответ, господин Маржинян, а результаты референдума вы помните, которые ГГУЗы в 2014 году, там был вопрос по поводу определения? Помню. Да, и что? Куда там ГГУЗы хотели? Дело можно... Так, подождите. Подождите. Жду, жду. Это другой вопрос. Вы знаете, есть постоянная такая философия, что если человека будешь дергать, он обязательно даст ответ. Нет, если ты не... Вот правильно мой коллега сказал, нужна общение, нужна дискуссия. И баланс этих сил, когда ты не знаешь, что такое и политика, и сила, то сила это как огонь, нужно им овладеть. Если ты не умеешь этим огнем играться, можешь сгореть сам в этом огне. Так же и здесь, если ты не умеешь руководить и не знаешь, что такое государство, которое происходит из многих людей, из разными интересами, с другими национальностями... Мне кажется, что это такая материя сейчас. Можно с вами говорить, да, мы сейчас говорим за ГГУЗов. Позвольте мне его прощать. Нет ничего... Можно я закончу, я прошу прощения. Мы, безусловно, будете сейчас говорить больше, чем я. Мы сейчас говорим за ГГУЗов, но ГГУЗов всегда говорили одну вещь. Они сказали, мы хотим со всеми дружить. Мы хотим с русскими. Мы не хотим никуда, как они говорили, мы не хотим никуда вступать. И мы этого хотим, поверьте, и мне этого хотим. Мы хотим, чтобы у нас были и турки, и русские, да, вот, то есть со всеми. Европейцы, пожалуйста, давайте мы не будем сосредотачиваться на одном векторе. Такое же у нас отношение. Мы хотим... Я обещала, я обещала господин Дорогайчев. А давайте мы не будем делить нас и их. Мы вместе. Это делят нас некоторые другие люди, но мы вместе. Мы хотим сказать, что нет ничего более волатильного и нестабильного, чем настроение человека. Мы эмоциональные существа. И направить нас в ту или другую сторону достаточно легко. Иначе были бы бессмысленными выборы, правильно? Когда-то выбрали кого-то, и уже на тысячу лет вперед, к примеру, да? Но мы же выбираем, мы меняемся. И когда ГГУ проголосовали на референдуме за что-то, это было их настроение в тот момент. Если центральная власть считает, если, допустим, центральная власть – это мудрые люди, у которых есть видение на предмет развития страны, они понимают, куда нам лучше двигаться и как нам лучше решить наши проблемы и так далее. Тогда они в свете своих планов начинают убеждать людей и открывать им новые аспекты, которые меняют их отношение к этому процессу. И давайте не будем забывать и не будем умалчивать, что в Республике Молдова очень сильно геополитическое влияние. То есть сильные страны… Потому что кто с этим не согласен? Сильные страны проецируют свое влияние здесь через массу инструментов. И в это влияние вкладываются очень большие деньги. И это влияние тоже трансформируется в отношение людей к чему-то. Но я уверен, что жители Республики Молдова из всех районов страны, из автономии тоже, себе желают лучшее будущее, к примеру. Желают более чистых, ухоженных населенных пунктов. Я не знаю, школ, больниц, рабочих мест и так далее. Вот мы об этом, если начнем говорить, и к этому мы будем двигаться, вы увидите, какое единение будет. Большое единение. Но есть, я вам скажу, то, что вы точно увидели, но, наверное, не зафиксировали. Вот люди делятся в основном на две большие категории. Если говорить об одном психотипе, да? Есть либо созидатель, либо разрушитель. То есть человек, который может строить, он строит. А человек, который не умеет строить, но в то же время, в принципе, больше бездельник, чем деятель, он будет комментировать то, что строит другой. Вот сегодня у нас во власти люди, не умеющие строить. Они просто не умеют строить. Ни диалог, ни партнерство, ни дружбы. Я сейчас не хочу уходить от темы, но вы можете просто поднять цифры и увидеть, что при огромной поддержке Евросоюза, которая действительно есть, в Республику Молдова не пришли инвесторы вообще. Ноль. Понимаете? То есть, я о чем хочу сказать? Они ушли, вы не заметили 30% за год. Политическая поддержка не трансформируется в экономическое процветание именно из-за правительства. Потому что правительство, к примеру, министр, премьер-министр или президент, они не являются судьями. Они не должны судить людей. Они должны заниматься трансформацией в лучшую сторону. А они разрушают. У нас время вышло. Единственное, что я могу сказать, что, знаете, как вы говорите, вы не зафиксировали, не заметили. Я вообще считаю, что вот эта тема, когда люди говорят от имени народа, вот они за то или они за это. Мне кажется, что когда выборы прошли, и мы примерно увидели, за что проголосовали люди. Вот какой-то промежуток времени мы можем говорить, да, вот мы этими цифрами можем как-то руководствоваться. А потом, когда уже время проходит, некоторые говорят, что уже нелегитимно, вот уже все не считается. Вот до следующих выборов. Моя позиция такая, что нужно посмотреть, как ГАГУЗы, например, проголосуют, если будут референдум, да, и вот выборы сейчас следующие. Но тогда мы можем как бы говорить, что они на самом деле думают. Мы не успели поговорить на одну очень важную тему. Времени совсем мало. А очень жаль, кстати, потому что есть новость, которая пришла из Румынии. Это по поводу проекта закона о национальной защите Румынии. Там очень интересно, потому что одно из нововведений – это возможность оказывать военную помощь гражданам Румынии, которые находятся за пределами страны. И, на мой взгляд, вот здесь сейчас мы уделяем очень мало внимания тому, как это все интерпретируется, кто что говорит. Потому что даже была интерпретация правительства, нигде не было сказано о том, что нет, речь не идет о военной помощи, да, там как-то... Все говорят, мы изучим. Мягко. Не говорят «да», но не говорят «нет». Можно в двух словах все-таки, я хочу вас успеть об этом спросить. Господин Моржин, оно опасно? Вы знаете, давайте я вам напомню, когда русские говорили о том, что мы можем войти в любую страну, защитить своих русских. Своих граждан. Что они говорили? Этого нельзя делать, это недопустимо, это агрессия. Я вам хочу сказать, что это не румыны сделали. Это может сделать страна, которая является империей. А то они могут себе позволить такое. Румыния не империя. Ею руководят империи. То есть в данном случае ей указали, что делать. Потому что это для обеспечения логистического коридора. В случае, если русские дойдут до Одессы. Вы знаете, чем меньше мы будем говорить о войне, о его защите, тем меньше будут риски, связанные с этими явлениями. И, кстати, тем больше мы... Господин Дороганович, простите, телеканалы не говорили о войне и о рисках, и обвинили в пропаганде войны через молчание. Я очень прошу прощения. Но мы не можем... А давайте мы не во всем будем полагаться на... Не во всем будем исходить из решений немудрых людей, да? Давайте. Это было бы... Лучше было бы, если бы в Бухаресте сегодня об этом не говорили. Лучше было бы для нас, если бы мы больше говорили о социально-экономическом развитии, чем о войне. Лучше было бы, если бы мы тот миллиард, который направили дополнительно на Министерство обороны, мы направили бы его в здравоохранение и в образование. И для поддержки молодых семей, чтобы у людей было меньше причин уехать из Молдовы и больше причин остаться. Здесь согласен. Вот давайте об этом говорить. У нас есть чем заниматься. Разве можно не говорить о том, что идет война на всем земном шаре? Делится мир заново. Воюют между собой империи, убивают народов, детей. И мы должны здесь говорить о чем? Если наша страна вооружается и явно идет для того, чтобы не понять и не увидеть это, это нужно быть вообще слепым. Что происходит? Какое вооружение покупается у нас? Какие законы издают соседи? Это понятно, что вовлекается война и вовлечется именно европейские страны, не весь Евросоюз, а некоторые европейские страны вовлекутся в этот конфликт между Украиной и Россией. Но я вам хочу сказать другое. На территории Украины этот лимитированное СВО, как они ее называют, приобретает новые очертания, приобретает новый геополитический размах. И еще неизвестно, чем это закончится. И нам что делать? Лезть туда? Вот поэтому и нужно говорить, чтобы наша страна не вовлекалась в это. Потому что мы очень маленькая страна. Здесь пройтись одним шачком по нее и прошлись. Вот смотрите, мы уже ушли в тему. Мы уже вошли в тему. Мы уже вошли в тему. Так жаль вас прерывать, но надо. Я прошу прощения. Прервите. У нас сетка, да. На самом деле, интересная беседа получилась. Правда. Спасибо вам большое за то, что мы с вами рассуждали. И я надеюсь, что жители Гагаузии получили ответы на многие вопросы, которые их волнуют. Со всем уважением к вам. Вы смотрели программу «Дефакто». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»